Всем привет, меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Костак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших четырех дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали! Начальник полицейской службы и командир патрульной полиции уволены после драки в Мангосталской области. И такое бывает. Об этом сообщают наши коллеги из издания «Лада». Речь идет о Ирлане Утарове, начальник полицейской службы управления полицией. И некий Энн Макзамов, командир патрульной полиции Муноилинского районного отдела полиции. А драка произошла в ночном клубе в Актау. Оба сотрудника не задержаны, находятся под подпиской о невыезде. Сегодня, 27 ноября, были уволены по отрицательным мотивам, сообщил источник издания, приближенный к правоохранительным органам. По данным из соцсетей, драка случилась в ночь с 26 на 27 ноября в одном из развлекательных заведений. 27 ноября текущего года около 2.00, в ходе ножевой драки, в одном из ночных клубов города Актау, установлен начальник местной полицейской службы управления полицией города Актау ЕО, который в алкогольном опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанес ранение гражданскому лицу ЖЕ, гражданину РК 1996 года рождения. При этом драку спровоцировал находившийся в компании ЕО командир роты патрульной полиции Муноилинского районного отдела полиции НМ, который словесно оскорбил ЖЕ и первым нанес удар по лицу потерпевшему. В итоге полицейские, используя служебные полномочия, вызвав дежурный экипаж, подались в бегство с места события, сказано в рассылаемом сообщении. В департаменте полиции Магностовской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако отказались раскрывать имена и должности подозреваемых. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что в ходе драки использовался нож. В социальных сетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в РДР по статье 293, это хулиганство. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел, при этом информация о том, что в драке использовался столовый нож, не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК, сообщили в департаменте полиции. Бывшему председателю Национальной палаты предпринимателя Атамикен Аблаве Мурзахметову продлили арест до 10 декабря, сообщили в пресс-службе суда Астаны. Информацию о продлении ареста бывшему председателю Национальной палаты Аблаве Мурзахметова подтвердили в пресс-службе агентству Костак. Напомню, вечером 10 мая стало известно, что Мурзахметов задержан по делу о взятке в 30 миллионов долларов. Это 13 миллиардов 300 тысяч тенге на минуточку. Позднее Антикор официально подтвердил возбуждение уголовного дела против Мурзахметова, вероятным взяткодателем по делу Аблаве Мурзахметова, назван брат олигарха Кайрата Бурамбаева. 11 мая Антикор задержал Мурзахметова и сообщил, что тот подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере, якобы за оказание содействия о освобождении от уголовной ответственности его родственника. Назарбаев фонд судился с фондом социального развития и задал долга более чем в 13 миллиардов тенге. Об этом сообщают наши коллеги из Протенге. Назарбаев фонд, который принадлежит первому президенту Казахстана, в 2021 году дал в долг больше 13 миллиардов тенге. Представьте, да? Простой пенсионер, всю жизнь работал на госслужбе. У него есть фонд, который может дать в долг государственному корпоративному фонду социального развития 13 миллиардов тенге. Простой пенсионер, всю жизнь проработавший на госслужбе. ФССР это дочка Назарбаева университета. Сам университет принадлежит аппарату правительства. То есть ФССР это внучатая структура Кабмина, сообщают авторы проекта. На эти деньги ФССР купил акции Казахтелекома. 367 тысяч 91 простая и 16 113 привилегированных. Указано, что эти акции стали залогом в заключенном договоре займа. До 1 ноября 2022 года ФССР должен был вернуть свой долг, но фонд Назарбаева подал в суд, так как деньги не вернулись обратно. В марте начались судебные разбирательства. Суд постановил вернуть долг акциями Казахтелекома, но фонд Назарбаева подал жалобу. 4 июля заседания закончились мировым соглашением, однако тут в дело вмешалась прокуратура и по ее требованию мировое соглашение аннулировали. Более того, суд дал задание спецорганам проверить, а законным ли был договор 2021 года между фондами. Мог ли некоммерчески Назарбаев фонд давать в долг деньги для извлечения прибыли? Можно было ли требовать, чтобы займ возвращали акциями стратегически важного объекта Казахтелекома? Этой осенью были еще суды. Назарбаев фонд их проиграл и остался без акций Казахтелекома. Эти акции, 3-4% от общего числа акций Казахтелекома, до сих пор находятся в собственности ФССР. Сейчас мы выясняем, что в итоге решили спецорганы. Договор между двумя некоммерческими фондами был законным или нет, сообщает Протенге. А надо бы еще выяснить, а как вообще у фонда оказались 13 миллиардов? Как вообще у господина Назарбаева, простого госслужащего, всю жизнь проработавшего на госслужбе, под контролем оказались такие структуры? Ну такая структура, которая может давать в долг такие немыслимые для простого человека деньги. Я вот даже представить не могу, сколько 13 миллиардов, сколько, как это, как выглядят 13 миллиардов, если их сложить кучкой. Ну вот, вот такой вот у нас бывший президент. А еще у нас есть экс-министр, простите. Простите, я не хочу быть пророком в этом плане. Министр транспорта Мурат Карабаев, который признал дороговизну авиабилетов и заявил, что благосостояние граждан постоянно растет. Доступность перелетов, часто обсуждаемый в обществе вопрос, билеты дорогие, признаем. Сейчас мы прорабатываем вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании, заявил Карабаев на встрече с населением Кустанайской области в субботу. Как утверждает глава Минтранса, слова Карабаева приводят его пресс-служба, появится конкуренция, упадет стоимость билета. К тому же, благосостояние граждан тоже постоянно растет. Об этом свидетельствует рост спроса на авиаперевозки на 27% за год. Чтобы удовлетворить его, мы стали активно закупать новые самолеты. В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к 2025 году мы планируем, что у отечественных пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов. Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов, утверждает Карабаев. Напишите в комментариях, растет ли у вас благосостояние. Антикор не стал рассматривать отчет госаудита о множестве нарушений в Казаре-Навигации. Антикоррупционная служба не стала рассматривать отчет государственного аудита о множестве нарушений, выявленных в РГП Казаре-Навигации по периоду, когда государственным предприятием руководил Азат Бектуров. Антикоррупционная служба указана информация от Высшей аудиторской палаты. Оставлена без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле, сообщили в Генпрокуратуре, отвечая на наш запрос. В самом антикоре заявили, что в акте аудита не отражены какие-либо нарушения, свидетельствующие о наличии признаков уголовного правонарушения в действиях должностных лиц РГП на ПХВК за ренавигация. В этой связи, изложенные в заключении аудиторского отчета факты, введены реестр досудебных расследований, не вносились. Сказано в ответе Антикора на редакционный запрос агентства. Напомним, 16 ноября Кастак сообщал, что нарушения на десятки миллиардов тенгея нашли в РГПК за ренавигация по результатам аудита, охватившего период, когда руководителем стратегического государственного предприятия был Азат Бектура, взять бывшего сенатора Елана Нигматулина, который приходится братом-близнецом, экс-спикеру Мажелеса Нурлану Нигматулину. 17 ноября КЧС Констракшн, который является поставщиком доплеровских метеорологических радиолокаторов, пожаловалась на бездействие антикоррупционной службы по нарушениям, выявленным в РГПК за ренавигация высшей аудиторской палатой. Ну это уже моя реплика касательно той новости, о которой мы первыми рассказали еще на прошлой неделе, о том, что планируют наши с вами пенсионные сбережения в размере полутотриллионов излечь и потратить на какие-то свои инфраструктурные проекты наши уважаемые члены Кабмина. Взятые в долг без спроса полтора триллиона пенсионных накоплений казахстанцев обещают вернуть за их же счет. Именно так и никак иначе. Ну то есть за наш с вами счет. Ну как? В общем, возьмут у нас деньги и мы их вернем. Не поняли? Или поняли? Ну объясняю. Вот у нас возьмут полтора триллиона и мы эти деньги будем возвращать. Ладно, по порядку. Правительство, если берет взаймы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам за счет средств республиканского бюджета, за счет средств квази-государственного сектора, заявил ранее премьер-министр Алихан Смаилов, комментируя план изъятия полутора триллионов тенге из единого накопительного пенсионного фонда. А средства республиканского бюджета и квази-государственного сектора это не чита частные деньги, а средства народа Казахстана. Ну то есть вот у нас возьмут полтора триллиона и мы эти полтора триллиона будем возвращать. То есть для возврата средств, взятых без обращения к Казахстану Халкана за разрешением, планируют брать деньги у Казахстана Халканан. И цель по планам изъятия средств, которую мы честным трудом копим на старость в обязательном порядке в фонде, который мы не выбирали, заявлено грандиозные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере энергетики. Но много ли грандиозных проектов со времен тех же КФИРов, ПИРов и других программ в кавычках и кластерных проектов в кавычках можно вспомнить и назвать. Например, в 2011 году с помпы открыли в Караганде казахстанско-российский авиационный завод. Тогда еще президенту Нурсултану Назарбаеву на церемонии показали даже не свой самолет, а кукурузник, пригнанный из России, посадив его рядом с объектом. И интересный факт, завод тут после открытия быстро зарос бурьяном, а самолет так обратно и не взлетел и благополучно ржавеет и гниет уже больше 12 лет на многострадальной казахстанской земле. За пеленой неясности скрыта и судьба народных денег, выделенных по госпрограмме на этот проект. Не менее грандиозными были планы производить казахстанские планшеты, но как принято говорить в таких случаях на современном сленге, молодежь о таком прорывном в кавычках проекте и не слышала, а ОЛДы даже и уже не вспомнит. Для цели развития той же зеленой энергетики Казахстан с помпой провел не самую популярную, как на международном уровне, так и среди казахстанцев, выставку Экспо, ставшую фактически ярмаркой тщеславия для самоназванного Ельбасе. Выставку, сопровождавшуюся скандалами, в том числе строительными и коррупционными. Выделяя сотни миллиардов народных денег на Экспо и разворовывая их, казахстанцев забыли предупредить или скромно умолчали о том, что еще и на инфраструктурные проекты для прожектов зеленой экономики у народа без спроса намерены взять еще и сотни миллиардов из их пенсионных накоплений. Еще планируют построить АЭС, наличие которой и вовсе может обернуться в итоге экологической катастрофы. Потому что если ее будут строить и разворовывать точно так же, как Экспо или тот же проект ЛРТ в Астане, то ЖТСУ и Великая Казахская степь и вовсе грозят стать регионом опасным для проживания ввиду высокого риска техногенной катастрофы. При этом в то, что уж на проекте АЭС воровать точно не будут, не верится от слова совсем. Вспомните хотя бы один будний день, когда в Казахстане не было бы новости о коррупции. Причем растет число задержанных по фактам, совершенным уже после кровавых январских событий. Это уже куда-то стал коррупционером нового Казахстана. Кстати, после того, как недавно накренилась опора ЛРТ в Астане, лично мне пригодились бы слабоумие и отвага для того, чтобы прокатиться на столичной надземке. И данное мнение разделяют со мной все, кому я задал вопрос. Будете ли вы ездить на ЛРТ после того, как накренилась ее опора? Если ее, разумеется, когда-нибудь в принципе смогут запустить. Министерство транспорта, очевидно, настроено оптимистично. Вот, кстати, он, Карабаев, я же приводил вам его мнение, что благосостояние народа растет. Вот он так считает. Как выяснилось накануне, Минтранс просит 52 миллиарда за счет средств Национального фонда на многоскандальный проект. Причем на 2023 год, который уже на исходе. Напомню, что часть миллиардов по проекту ЛРТ тоже заемная. Их тоже будут возвращать за счет денег казахстанских налогоплательщиков. Сегодня, кстати, Минтранс не только подтвердил планы, но и озвучил намерение запрашивать на ЛРТ до 150 миллиардов тенге в год. В случае необходимости и деньги понадобятся и в 2024 году, и в 2025 году, и в 2026. При этом, как известно, главные фигуранты хищения, главные в кавычках фигуранты, их вот такими назвали, многомиллиардных средств проекта ЛРТ, до сих пор разгуливают на свободе. А касательно тех, кто сели в тюрьму по данному делу общества, большие сомнения и вопросы, справедливо ли их осудили, да и тех ли вообще посадили. Открыто скрывающиеся в США и Турции главные фигуранты дела о хищении средств ЛРТ действительно сбежали или их убежали? Не они ли конечные выгодополучатели коррупционных схем? Есть вопросы и по другим громким приговорам. Наказаны ли конечные выгодополучатели коррупционных схем на Экспо, или их имена тоже на самом деле не названы? А официально названо ли имя именно конечной выгодополучательницы преступных схем в то оператор РОП, за которые ранее условным сроком отделалась в статусе главного фигуранта горничная? Это те дела, которые можно вспомнить навскидку. Теперь еще и несколько ТЭЦ решили строить, казахстанско-российские. ТЭЦ, кстати, тоже упомянуты в планах по изъятию полутора триллионов пенсионных накоплений граждан. Можете держать в уме историю с авиазаводом в Караганде и дать волю фантазии. Конечно, проектов зеленой энергетики, на которые, в числе прочего, просят выделить часть средств из запрашиваемых полутора триллионов пенсионных накоплений, можно обратить внимание на сегодняшнее сообщение прокуратуры, касательно этих полутора триллионов, которая рассказала о том, что налоговики в области Ул-Атау незаконно парализовали проект ветряных, читайте, зеленых электростанций на сумму 75 миллиардов. Вот представьте, у нас, чтобы ветряки эти строят, хотят наши деньги из пенсионного фонда взять, чтобы решать экономические проблемы, но при этом вот еще и парализовали проекты ветряных электростанций на 75 миллиардов. То есть выглядит так, будто одной рукой экономический блок предлагает повышать налоги и просит полтора триллиона тенге из ЕМПФ, чтобы развивать экономику, а другой рукой стреляет себе же в ногу и через свои же налоговые структуры эту самую экономику, на которую просит денег, в прямом смысле душит. Если смотреть на эту ситуацию в комплексе, то что это? Коварный план очередного распила или банально правая рука не знает, что делает левая? Все эти ТЭЦы, ветряки ВЭС в планах обуславливают энергодефицитом, при этом мы уже зависим по энергопоставкам от России. Причем покупаем за государственный, то есть за народный, опять же, счет электричества в резервы дороже, чем местное. А выгодополучателями всего этого за последние несколько лет оказались майнинговые фермы казахстанских олигархов, поставивших добычу криптовалюты на промышленные рельсы и получающих сверхприбыли в миллиарды долларов. Унувориши, в отличие от тех, кому рекомендовано прожить на две коровы и платить налог с лишней курицы, все по школьному курсу математики, плюс к плюсу и никаких минусов. Им, как крупным промышленным потребителям электроэнергии, раскошелиться на энергетические проекты, похоже, не предложили. Они, спросив, планируют занять народные, занять в кавычках народные, полтора триллиона пенсионных накоплений под смутное обещание возврата за народный же счет. Зачем занимать на рынке по рыночным условиям, когда можно занять у будущих пенсионеров на условиях ниже рыночных? Это комментарий одного из представителей финансового сектора, который оставлен в Facebook под статьей Костак на тему изъятия средств из ЕМПФ. Представитель Национального банка Тимур Сулейменов прямо заявил, что средства из ЕМПФ должны выдаваться правительству только на рыночных условиях, а депутаты считают, что Кабмин также должен компенсировать казахстанцами упущенную выгоду, а также освободить средства в пенсионном фонде от налогов, так как пенсионные отчисления – это обязательства. Собранные агентством Костак мнения и депутатов, и представители экспертного сообщества касательно изъятия полутора триллионов пенсионных накоплений сходятся в одном. Таким образом, а также за счет повышения налогов, правительство пытается заткнуть дыр в бюджете, который трещит по швам. Вопреки утверждениям членов Кабмина, депутаты уверены, что рост налогов в конечном счете ляжет бременем на плечи рядовых казахстанцев в виде подорожания базовых продуктов и услуг, что может значительно увеличить и без того существенный разрыв между регионами и снизить и без того далеко не завидную покупательную способность населения. При этом, вопреки прямому запрету президента Касымжомарта Токаева, тратить государственные средства на покупку автомобилей и мебели, на проведение помпезных мероприятий, финансирование профессиональных спортивных клубов за госсчет и финансирование бесполезных программ, траты продолжаются. О многомиллиардных госзакупках услуг спортивных клубов, автомобилей и трат из госбюджета на всякие праздничные мероприятия и иные сомнительные прожекты Кастак пишет регулярно. Очевидно, что правительство должно брать на себя ответственность, вплоть до уголовной за неразумные траты бюджета, изыскивать более эффективные и справедливые способы пополнения госказны, хотя бы за счет изъятия тех богатств олигархов, происхождение которых новориши не в состоянии объяснить ни с точки зрения законов экономики, ни с точки зрения уголовного кодекса. Пока же очень похоже на то, что отвечающие за экономику Казахстана и благосостояние его граждан занимаются тем, что пытаются, как неразумные дети, вставлять квадратные колышки в треугольные и круглые дыры, не задумываясь над логикой своих действий. Наблюдается рост поставок санкционных товаров в Россию из Казахстана. Об этом заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид Тосалливан, который сейчас находится в Астане. Мы благодарны казахстанским коллегам, казахстанским властям за предпринятые ими меры, в результате которых мы наблюдаем значительное снижение уровня реэкспорта определенных товаров, определенных изделий в Россию. Но с другой стороны, мы также наблюдаем увеличение реэкспорта определенных других товаров, поэтому нам еще многое предстоит сделать и проработать. Например, объем по товарам, которые подпадают под 45 кодов гармонизированной системы, занимает малую долю в товарообороте Казахстана. Составляет всего 200 миллионов евро в год, сообщил посланник ЕС Дэвид Тосалливан на встрече в Астане. Он добавил, что дело в ценности самих товаров и их легальном эффекте, так как они используются для увеличения потенциала вооружения. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить реэкспорт этих изделий. Эти товары в основном высокая технология. Здесь мы говорим об интегральных схемах, оперативной памяти, оборудовании, которое имеет оптический прицел, пояснил Дэвид Тосалливан. Он отметил, что ЕС хочет и дальше развивать отношения с Казахстаном в положительном направлении. Как вы знаете, ЕС является основным и главным торговым инвестиционным партнером Казахстана. У нас есть множество амбициозных проектов, планов совместно с Казахстаном, будь то в области зеленых технологий, в транспорте, и мы хотим дальше продвигать наши отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе, установить более тесное сотрудничество. Хотелось бы еще раз отметить, что мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубокого сотрудничества, сказал посланник. Жительницу Астаны Наталью Сверидову приговорили к четырем годам заключения после оскорблений в адрес казахов и призывов к ним убивать друг друга. Свериденко Меркулову Наталью Валентиновну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 174 «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни УК и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», говорится в переговоре Межрайонного суда по уголовным делам Астаны. Сам инцидент произошел 7 августа. Около часа 00 Свериденко, находясь у себя дома в Астане, вела прямую стрим-трансляцию в социальной сети TikTok со своими подписчиками через аккаунт Королева 2. В ходе прямой трансляции у Свериденко возник преступный умысел, направленный на разжигание национальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан. Свериденко во время прямой трансляции, зная, что среди ее подписчиков есть лица других национальностей, стала демонстративно оскорблять, унижать честь и достоинство лиц казахской национальности, выражаясь в неприличной форме, вызвав бурное обсуждение и общественный резонанс среди населения Казахстана, сказано в приговоре суда. Согласно материалам дела, Свериденко, помимо обильного мата в отношении представителей казахского этноса, приравнивала казахов к обезьянам, выражала желание одному из зрителей похоронить его детей, назвав одного из которых больным, и возложила на казахов ответственность за январскую трагедию в Алматы и жанаузенские события. Таким образом, Свериденко совершила умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства граждан с использованием сетей телекоммуникации, пришел к выводу суд. Просмотрев записи эфира из тикток, в суде пришли к выводу, что заявления останчанки сплошь состоят из выражения оскорбительного и унизительного характера, включающих нецензурные, неприличные. Они выражены и в адрес всего казахстанского народа, и в адрес государственной власти Казахстана. Выяснилось, что в момент прямого эфира женщина была пьяна. Поведение Свериденко в прямом эфире социальной сети тикток пропагандирует гражданскую вражду в отношении казахской национальности. Высказывания Свериденко, шимпанзе, макака, воровали, убивали, убивайте друг друга, так хочу, чтобы началось мародерство, как в жанаузене, твари, разжигают межнациональную рознь и направлены на оскорбление чести и достоинства граждан. Своими высказываниями Свериденко призывают к нарушению конституционного строя. Они могут навредить дружеским отношениям между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. В ее высказываниях проявляются открытые призывы к мародерству и нарушению общественного порядка, незаконному завладению чужого имущества. Они являются социально опасными и направлены против единства народа Казахстана, говорится в материалах дела. При этом в приговоре суда отмечено, что Свериденко признана вменяемой и чистосердечно раскаялась содеянным. Приговор вынесен 23 ноября и может быть обжалован. Очень прошу, вот именно касательно этой новости, при комментировании соблюдайте, пожалуйста, законодательство страны, в которой вы находитесь и уважайте друг друга. Не будьте как Свериденко. Франция планирует поставить истребители в Казахстан. Об этом сообщает La Tribune. Франция планирует поставить истребители DASO Aviation в Казахстан. Согласно источникам, на протяжении нескольких месяцев DASO Aviation активно ведет работу в двух центрально-азиатских странах. Как в этом направлении говорится, в материале. Франция предлагает Казахстану и Узбекистану приобрести истребители Rafale. Отмечено, что в этом и заключалась суть поездки Эммануэля Макрона в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября. Как сообщает La Tribune, Узбекистан может приобрести 24 истребителя. Ну, La Tribune немножко, может быть, недоговаривает, помимо прочего, насколько мы помним, если все правда, Макрон, в числе прочего, приезжал в Казахстан за ураном, которого Франция, доступ к которому на африканском, уже не французском, на африканском континенте для Франции оказался ограничен. Собственно, вот такими были главные, самые интересные, на мой взгляд, новости минувших четырех дней. Не забывайте лайкать это видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким и будете получать соответствующие уведомления при следующих выпусках. Уважайте друг друга, цените друг друга. Я желаю вам удачи и только хорошей недели, хороших новостей. Всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok